Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, Отец Назарий. 21 сентября мы совершали службу в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Описание этого события мы находим в предании церковном, где повествуется о том, что родители Пресвятой Богородицы, праведные Иаким и Анна, прожив 50 лет в браке, не имели детей. И от этого терпели долгое время укоры и осуждения со стороны общества, со стороны иудеев, так как в то время считалось, что бесчадие — это страшная кара и наказание за грехи неправедных людей. Но Господь, видя веру и молитву праведных Иакима и Анна, творит чудо, и у них рождается дочь Мария. В то время бесплодие можно считать абсолютным приговором для семьи, и действительно людям можно было надеяться только на чудо свыше. В наше время с развитием медицины это уже не такая серьезная проблема. Или не так? Или это до сих пор является проблемой для молодых супругов? Или не все способы решения проблемы бесчадия являются приемлемыми для православного христианина? Об этом мы сегодня поговорим с нашим сегодняшним гостем, настоятелем храма в честь Воскресения Христова, села Воскресенка, отцом Максимом Портновым. Отец Максим, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой отче, здравствуйте, дорогие зрители. Отец Максим, как Вы думаете, рождение детей — это главная цель христианского брака или есть какая-то иная цель? Нет, это не так. И на самом деле целью брака является, чтобы люди между собою имели такую любовь, чтобы тот эгоизм, который изначально заложен в каждом человеке, чтобы он был полностью, скажем так, уничтожен. Поэтому для православного христианина целью брака является само единение. Поэтому, когда совершается таинство венчания, там произносится много раз один очень интересный текст, который был сказан нашим праотцом Адамом. «Отлепится муж, прилепится к жене, и будет два в плоть един». И вот это вот понятие того, что две разные личности становятся единой плоти, у нас появился такой интересный термин — супружество. Вот слово «супруги» — это такая, знаете, соупряжничество, была такая деревянная котомка, в которую впрягали пару валов, или это были там лошади, например. И вот они тянут один обоз вместе, вдвоем. Поэтому на самом деле правильная поговорка звучала так. «Муж и жена — одна сторона», а не то, что у нас там в советский период напридумывали. То есть супруги идут в одну сторону, вместе тянут вот этот вот обоз, а не лебедь, рак и щука. Поэтому здесь нужно понять, что главной целью брака является единение вот этих двух сердец, двух абсолютно разных личностей. А вот рождение ребенка, как бы это странно, может быть, не прозвучало, но является в этом плане уже вторичным. Вот очень интересно об этом пишет блаженный Августин, что вот человек получил благословление на брак и рождение детей еще до грехопадения. И в результате грехопадения вот эти благословления не были связаны. Вот процитирую блаженного Августина. «Хотя данное супругам благословление брака, плодиться и размножаться, и наполнять землю, остается и в преступивших, но как бы оно еще до преступления было дано, дабы и видеть, что рождение детей к славе брака, а в ней наказание за грех». Поэтому получается, что супруги становятся людьми, которые входят в блаженство рая. То есть супружество, брак, становится раем на земле. Вот мы все ищем рай, мы все хотим его где-то получить, где-то найти, куда-то, может быть, уехать. Но на самом деле вот этот истинный рай, он начинается здесь, когда есть единение вот этих двух людей. И вот уже плодом их любви, их единения и веры, и разума, и воли становится уже тогда ребенок. И вот это уже, скажем так, некий результат той любви, которая есть между супругами. И ваш пример, отче Якима и Анны, как раз тому очень яркий, что столько лет претерпеть вот эти внешние давления, скорби, значит, притеснения со стороны общества, где, да, действительно считалось, что если супруги не имеют детей, значит, они чем-то согрешили, и вот проклятие на них такое некое. Но они остались верными друг другу. И наоборот, это их еще больше укрепило в любви по отношению друг к другу. То Господь по их любви и в итоге дал им такую замечательную дочь, которая стала выше Херувимов и Серафимов. — Максим, а как быть, когда не происходит чудо, когда люди создают семью и искренне желают, чтобы у них родились дети, но детей нет? По тем или иным причинам. Как в таком случае поступать православным христианам? — Ну, мы здесь не будем затрагивать какие-то медицинские аспекты. Я думаю, это, во-первых, не наша область. Во-вторых, я думаю, зрители наши в этом плане могут либо проконсультироваться со специалистами, либо сами какие-то моменты и так понимают. Но тут как раз нужно немножко вернуться к началу нашего разговора, что именно плодом любви между двумя личностями становится появление вот этой новой личности, значит, ребёнка. Поэтому было замечено, что когда между супругами нет вот этого понимания взаимодействия... — Максим, простите, я перебью. Кем замечено? — А, ну, в принципе, и православная церковь обладает этим опытом. Ведь чем интересна православная церковь? Она интересна как раз тем колоссальным опытом, который у неё есть. Мы только в новозаветной времени живём две тысячи лет. И люди замечают те или иные причины следственной связи. И анализируя их, приходят к тем или иным, соответственно, выводам. — То есть где-то в предании церковном есть вот такое наблюдение? — Понимание того, что не стройность между мужем и женой, неуважение по отношению друг к другу, неумение тяготы друг друга носить, невозможность освободиться от своего вот этого эгоизма «я» и начать двигаться в сторону жертвенной любви. То есть я бы даже сказал, наверное, так, если подытожить. Отсутствие понимания, что такое брак, что такое супружество, является очень часто психологической и духовной причиной, по которой не совершается рождение ребёнка. И здесь, конечно, можно найти разные моменты. Психологи, кстати, об этом очень часто говорят. — Отец Максим, на самом деле, вот раз мы заговорили, да, там о причинах в том числе, но ведь это практически, можно сказать, всегда так. Потому что как молодые родители, которые только вступили в семейные отношения, что они вообще в принципе могут знать о семье, кроме того, что они видели сами вот в своей собственной семье. То есть, по сути, многие из нас, да и мы сами в своё время, когда вступили в брак, мы же вообще ничего не понимали. Мы даже не знали, как полноценно быть родителями, как ими стать. И, ну, можно сказать, эта проблема такая, скажем, общая. То есть это не вот какое-то исключение. Практически, ну, все через это проходят, с этим сталкиваются. Но почему-то у одних всё-таки дети есть, несмотря на их неопытность, а у других всё-таки детей нет. — Ну, это хорошее, замечание. И действительно, нас ведь не учат ни в школе, ни где-то там в институте, значит, что такое быть родителем, что такое быть мужем или женой. Значит, и единственный опыт, который у нас есть, это либо наши собственные родители, либо то окружение, которое мы видим. И здесь совершенно верно, это проблема. Так я поэтому и говорю, что церковь обладает вот этим вот опытом. На самом деле, даже, например, вот если взять венчание. Для чего люди венчаются? Вот ко мне приходят, я у них спрашиваю, что вы хотите от венчания? Ну, вот на том свете быть вместе. Или, значит, там ещё какие-то причины. Мы созрели, например, да? Я говорю, на самом деле, венчаться нужно, потому что ты не знаешь своей супруги. И не зная, ты приходишь к Богу и говоришь, Господи, а я не знаю, кто это такая. Я, там, 20 лет воспитывался в совершенно других традициях, и она воспитывалась в совершенно других областях, формах и так далее. То есть я не знаю этого человека. Я не понимаю, как с ним выстраивать отношения. Я не знаю, что у нас будет дальше. Поэтому я прихожу к тебе как источнику всех этих благ. И поэтому я говорю, Господи, ты мне отдай. Мудрость, смирение, терпение. Наконец, любовь, которая в итоге сможет стать вот этой глобальной любовью, которая сможет дать дальше плод. И вот этим плодом станет и наше взаимоотношение, и уже ребёнок. Вот есть такая аксиома, ещё вот тоже зачитаю. Мы только тогда хорошие родители, когда мы любящие друг друга, муж и жена. То есть супружество и чадо-роди, они на самом деле очень тесно переплетены друг с другом. Если они не переплетены, то да. Но тут, совершенно верно, есть замечание, что люди иногда друг друга вообще не знают, но им даётся этот ребёнок. Вот тут нужно как бы поразмышлять. А кто виновник-то рождения ребёнка? Только ли два взрослых, или ещё не всегда взрослых человека? Или же здесь какая-то есть высшая, значит, сила, которая это всё, значит, благословляет? Поэтому всё-таки, наверное, да, мы можем утверждать, что рождение ребёнка – это не случайность, это не просто набор каких-то там причинно-следственных связей, да, а значит, а всё-таки это то, что благословляется свыше. И вот тут самый главный интересный момент. Мы не хозяева собственным детям. Они нам даются, но по факту мы предоставляем Богу возможность поучаствовать в нашей жизни. И Бог уже, исходя из собственных размышлений, представлений и пониманий, Он даёт нам этого ребёнка. Мы выбираем пол? Нет. Мы решаем, какого цвета там будут глаза, цвет волос? Нет. Мы можем повлиять на характер наших детей? Нет. Мы знаем, какие таланты будут у нашего ребёнка. Если человек не умеет играть в футбол, да ты хоть родись у каких-то великих, значит, там, футболистов, да, но ты по мячику не сможешь попасть. То есть есть внешние моменты, которые нам неизвестны. И нам даёт этого ребёнка, чтобы ты из него как раз вот и сделал вот эту уникальную личность. Хотя, я думаю, некоторые современные генетики, в очки ещё с вами поспорят на эту тему, но я думаю, мы об этом тоже поговорим, о том, что мы можем влиять на ребёнка. Но в итоге-то, а что делать-то людям православным, у которых нет детей? То есть в какую сторону им двигаться? Что им сделать? Вот они искренне желают, они хотят, чтобы у них родился ребёнок. Как им поступать? В каком идти направлении? Понятное дело, то есть внутренняя работа над собой, понять, да, есть ли вот это супружество, о котором вы говорите, есть ли это любовь в семье, готовы ли они стать родителями? Ну, если вот есть всё, они готовы, но детей нет, что им делать? Какое решение им принимать? Куда идти? Кому молиться? Как вот быть в такой ситуации? Или, может быть, как бы не переживать и просто вот верить до самого конца, что Господь сотворит чудо? Ну да, это хороший вопрос. Значит, и получается тут вот, опять, чуть-чуть вернусь назад. Раз мы признаём, что рождение детей, это не только, и даже, наверное, не столько, взаимоотношения двух взрослых людей между собой, значит, и некий там, назовём это биологический, значит, действий какие-то биологические, то, соответственно, раз источником благословления рождения ребёнка является сам Бог, то тогда логичней как раз-таки идти к Нему как источнику этого блага и не пытаться находить какой-то окульный путь там с чёрной двери, значит, там, значит, запасного выхода какого-то зайти, обратиться к Нему и сказать, Господи, я вот хочу, я желаю стать родителем, но что мне для этого нужно? И мы приходим к самому простому элементарному венчанию, то есть то таинство, которое является благословением двух разных людей на как раз вот то, о чём я выше говорил, на единение, то есть двое становятся одной плотью. И во время таинства венчания мы много раз читаем о том, чтобы Господь не спослал, значит, этой семье, значит, стать супругами, стать родителями, там даже есть такое место, дай им, Господи, видеть чада чадов. То есть мы уже о внуках даже молимся, мы ещё с детьми-то тут вроде как не разобрались, но благодать Божия, она действует и на родителей, и на следующее поколение. В этом-то вся и соль, в этом-то вся и суть, что мы обращаемся к Богу как к тому, кто в состоянии своей благодатью изменить, есть такое выражение, естества чин. То есть есть естественные процессы в организме у человека, но вмешательство Божие позволяет это решить. Это первый момент. То есть венчание я бы вот начал именно с него. Хотя можно было бы начать разговор о том, что вообще супружество должно быть законным. То есть законный брак. У нас сегодня пытаются детей заводить, значит, и находясь ещё в незаконных отношениях, но это сейчас другая тема, не будем её поднимать. После того, как люди повенчались, после того, как они обратились к Богу за молитвой и доверили своё супружество Господу Богу, здесь стоит обратиться к тем святым, которые уже помогали людям в этом деле. Но я думаю, наши зрители много святых таких знают. И Акимана, которые сегодня тобой упоминались, значит, Коматроне Московской, очень часто люди прибегают, Ксении Петербургской. А вот есть святой, которого, скорее всего, люди не знают. Значит, у меня в храме есть интересная икона необычного святого, святого преподобного Стелиана. Его ещё дополнительно называют чадо-подателем и чадо-заступником. Он изображён на иконе с младенцем на руках, как вот Симеон Богоприимец, только младенец там обычный, а не Иисус Христос. И вот он жил в Греции в IV веке, и к нему обращались значит, родители, когда их дети болели. Он их брал на руки, молился, дети выздоравливали. И потом многие заметили, что по его молитвам и семьи становятся родителями. То есть рождаются дети, поэтому к нему стали приходить семьи, не имеющие детей. И на нашем приходе эта икона наверное лет уже восемь как находится. И значит я статистику какую-то там не веду, но порядка наверное двадцати, если не больше, семей по его молитвам стали родителями. То есть это действительно факт. И таких примеров в любом храме очень много, не только у меня. То есть если человек доверяет Богу, я знаю пример семьи, которые уже в возрасте родили ребенка, значит поехав к Серафиму Саровскому в Дивиево и получили там благословление. Поэтому таких примеров очень много и это действительно работает. То есть еще раз подытожу уважаемые родители и те семьи, которые имеют вот эту проблему. Не пытайтесь находить какой-то другой путь. Пойдите по тому пути, который идет уже на протяжении как минимум двух тысяч лет. То есть обратитесь к Богу, обратитесь к Его святым, сделайте какое-то действие навстречу Ему. И вот в Евангелии есть такое выражение «Грядущего ко мне не жену вонь». То есть не выгоню тебя, если ты ко мне пойдешь. Ну вот наверное так. А может ли быть решением такой проблемы взять семью приемного ребенка? Как вот может духовник или церковь относиться к такому решению? Замечательно. И ведь это как раз то, с чего мы с тобой начали говорить отче, что супружество это когда твой эгоизм начинает дробиться и значит цель создания брака это вот дополнить несовершенство друг друга. В первую очередь в любви. И вот когда любви не хватает, иногда нужен вот этот внешний фактор. Она должна откуда-то прийти, потому что любовь это тоже дар Божий. И как не чадо, которое по каким-то причинам осталось без попечения родителей. И это и есть самый высший дар, дар любви, который ты можешь дать этому ребенку. И кстати, мое знакомство с Богом началось именно с такого момента, когда значит у меня в доме супружеская пара, лет так 12 не имеющие детей, они взяли ребенка из детского дома и буквально через несколько месяцев она забеременела. То есть лет 12 у них не было детей. И многие опять, кстати, психологи напрямую это связывают с тем, что не хватало какого-то последнего тонкой настройки в организме у мужчины, у женщины. вот это вот дар любви, дар жертвенности, когда ты готов понести тяготы того креста, который тебе дан по тем или иным причинам, нам неведомым иногда от Бога, хотя есть и свои причины бесплодия. Значит, и вот Бог, видя твое желание, стремление, смирение, принятие этой ситуации, Он тебе дает и утешение уже твое собственное чадо. Так что да. Есть еще два способа преодолеть бесчадие, которые церковь категорически не одобряет. И вот хотелось бы немножко поговорить и о них тоже. Первый это суррогатное материнство, когда чужая женщина по договору за деньги или просто добровольно вынашивает ребенка семьи и потом ребенок рождается и они значит родители, которые попросили эту женщину выносить чадо, забирают этого ребенка себе. Причем если почитать, интересно, что эта практика не современная, она еще была еще и в Древнем Риме аристократы, которые не могли иметь детей, вот пользовались другими женщинами, услугами, служанок или рабынь, и даже в Ветхом Завете мы такое находим. Но церковь очень категорично к этому относится и абсолютно не приемляет суррогатное материнство. Об этом мы, например, читаем в таком документе, как социальная концепция русско-православной церкви. И как раз пункт проблемы биоэтики современной. Почему церковь так относится к суррогатному материнству? С чем это связано? Не могли бы вы нам более подробно разъяснить и почему православных христиан нельзя прибегать к этой практике? Ну, сразу скажу, что суррогатное материнство глубоко аморально по очень многим причинам. И в первую очередь это разрушение вообще института семьи это нарушение тех глубоких эмоциональных связей, которые возникают между родителем и ребенком, причем родителями обоими, ребенком, находящимся еще в утробе матери. Тут ведь причина-то в чем? К сожалению, вот очень часто я спрашиваю людей вообще откуда берутся дети, скажем так. И очень многие начинают говорить о том, что это все происходит только уже после рождения ребенка. Даже иногда заявляют, что пока ребенок не осознает себя, это еще не человек, то есть не полноценная личность. Христианство же утверждает, что зарождение жизни происходит уже в момент зачатия. Это уже личность. И раз эта личность, которая находится в другой личности, у них обязательно происходит взаимодействие между матерью и ребенком. А теперь представьте, что эта мать изначально в своей голове взращивает мысль о том, что это не мое, это не мой ребенок. Я его отдам, я не должна к нему как-то привязываться. Значит, одно дело, когда мы говорим о каких-то материальных вещах, я не знаю, человеку дали машины попользоваться или в квартире пожить. И ты понимаешь, что это съемное жилье, и тебе его придется возвращать, соответственно, я думаю, христианин будет стараться вести себя аккуратно и так далее. А вот, в другой день мы говорим о живой личности. И это момент то есть первый, то есть взаимодействие между ребенком в утробе и женщиной, которая биологически является его матерью, а юридически нет. Но что перевешивает-то больше? Да, иногда значит, там даже и генетический материал не является материалом самой женщины, которая носит ребенка под сердце своем. Но даже в этом случае сам организм дает и клетки, и пищу, и кислород, и полезные вещества, и прочие все эти моменты именно от матери, от той женщины, которая носит в очреве. Поэтому, я не знаю, в процентном соотношении, но, наверное, там больше 90% этого всего дает именно вот эта женщина, которую называют суррогатной матери. Поэтому с этой точки зрения это глубоко аморально. Здесь же еще есть одна проблема между ребенком и матерью возникает вот эта вот связь. Она все равно возникает. Как бы ты ни пытался, этот ребенок реагирует на то, что у тебя происходит внешне. Вот у меня супруга была беременна, когда старший, там пришелся Великий пост, особенность богослужения Великого поста, что в основном там читают и очень редко поют. Вот пока, значит, там совершается пение, ребенок, значит, у жены спокойно себя вел. Как только, значит, пение замолкало и начинали читать, у меня старшая дочь начинала устраивать бокс. Значит, то есть, она стучала там и «давайте вы, значит, пойте, чего вы там молчите-то?» То есть, ребенок активно реагирует на те внешние факторы, которые есть. Поэтому эта связь возникает. И тут приходит момент родов, тут приходится расставаться с этим ребенком. А врачи, я вот очень много общаюсь с врачами из роддомов, они знают эту ситуацию, когда стоит матери, которая хотела отказаться от ребенка, дать этого ребенка и дать вскормить грудью, все. Большинство матерей отказывается от своего вот этого иногда необдунного, может быть, эмоционального решения. И в подавляющем большинстве случаев они этого ребенка забирают. И более потом еще и корят себя за то, что вообще допустили эту мысль о том, чтобы этого ребенка. Это первый момент. Мы сейчас поговорили только про взаимоотношения между ребенком и родителем. А есть же еще другая сторона. Дети это родители и там происходит, как ты относишься к этому внешнему чужому человеку, который тебя воспитывает ребенка. Это очень большая проблема. Отец Максим, спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, хочу напомнить о том, что теперь вы можете задать вопросы для нашей передачи в нашем сообществе ВКонтакте Самара ГИС в разделе обсуждения передачи просто о вере. И мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Ангелы всем хранителя с Богом. Редактор субтитров Корректор А.Егорова